Школа города Кассель трижды приняла участие в проекте имени Андрея Юрьевича Толубеева. Они сыграли для нас современную немецкую пьесу, они сыграли для нас современную английскую пьесу, и в результате они сыграли современную петербургскую пьесу, в которой персонажи разноязычные. Итальянец, немец, русский, три парашютиста, три десантника встречаются в горах в снегу. Они сыграли ее на трех языках. На русском, немецком и английском. Интернациональная составляющая, интернациональные поступки, интернациональный вклад в развитие российско-германских отношений, творческих связей в области театрального искусства. художественный руководитель актерской школы города Кассель Виктор Деррик. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ленинградского государственного института театра музыки и кинематографии, заслуженный работник культуры Республики Бурятия, Елена Назарова. АПЛОДИСМЕНТЫ И ректор Ленинградского государственного института театра музыки и кинематографии тогдашнего времени Владимир Яковлев. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, есть такое выражение, может быть оно избито, светлый облик, но это про Андрюшу. Я говорила, есть такое выражение, может быть оно избито, светлый облик, но это про Андрюшу. Я имела счастье знать его родителей, потому что мама моя язык один драмы. А с Андрюшей я познакомилась, когда он пришел сдавать ступительные экзамены, решив изменить свою судьбу. Боже мой, как он волновался. Смешно ведь было думать, что не примут в наш институт этого мальчика. Но он все знал, он подготовился, но волновался он безумно. И вот этот Андрюша, этот мальчик, потом на моих глазах стал актером, замечательным человеком, каких мало бывает. И что-то я в нем всегда видела такое, не знаю, чеховское что-то. Может быть, не случайно он стал писать. И просто мне очень радостно, что сегодня, вот этот день, я могу сказать в такой прекрасной аудитории эти замечательные слова. Когда я видела Надю, я сейчас поняла бабушку. Она так похожа, когда она бежала из аудитории, что мне посчастливилось, так долго в институте работать, что вот этого молодого человека с его короткой биографией я тоже застала. Он, значит, приехал поступать в нашу аспиратуру и пришел на комиссию. Вы знаете, что испытывали те, кто приходили в ряд, значит, себя, в Ковстановов, Музеев, Сулимов, Каслов, Рекец, почему-то все там мрачные швейдарские. И тот никто его не знал, но ведь он учился у тех, кто учился у наших тоже учителей. И вот он получил четыре. Для цельвита вообще это была большая редкость. Прикрепил его Александр Александрович, Георгий Александрович, Музеев, что Александра Александровича не заболуешь. Он все время на занятия ходит, с ним рядом надо сидеть. Он спрашивает, а вы что думаете? А вы еще, может быть, даже еще не думаете, что думаете? А ему надо уже отвечать. И курс ему, ему повезло. У него был тот курс, на котором он проходил практику. Соответственно, это было очень трудно, потому что он дал задание с ними поработать. Ну, как можно поработать? С Ильей Макаровым, с Гришем Ситковским, с Праудином. Как можно с ними поработать? Слушай, с той же Скороход. Так что ему было очень непросто. Поэтому он все время учился. А когда он не учился, его послали в Телфос на работу с подростками, готовить какие-то лекции. В общем, он оказался человеком, который с утра до ночи был в институте, и который, в общем, успешно закончил эту ассистентуру, стажировку. Вот я даже понесла, ему было там такие всякие похвальные слова написаны. И после его работы. У него, по поводу его работы, рефераты и защиты. И еще он был очень верен действенному анализу. Вот он все время с этим действенным анализом носился как список в Торбе. В конце концов, он сделал то, что он хотел, и был всеми отмечен. А дальше его короткая биография. Зачем он закончил, его, значит, посылают в Барнаул. Там достаточно было уже. И прислали еще его. Там он поработал не очень долго, потому что ему прислали, Барна, не так кажется. Но дальше себе и не послали, как вы понимаете. И когда вот он кончил, он решил на Маховую вернуться. То есть опять. Он поехал по сестру. Я немножко перехватывала в порядок, но извините, я просто волнуюсь. И приехал вот тогда, он кончил. Потом он надолго исчез. Я вообще всегда интересуюсь нашими аспирантами. Надо сказать, что так много исчезло, и оказалось так далеко. В одной Германии 4 человека, и все профессионально работают, что замечательно. Потом он исчез. А появился тут артист Дали, и я всем надоела. Потому что каждого, кто с ним встречался, спросите, его отца не Виктора звали. Передайте этой женщине, чтобы она успокоилась. Но я вообще-то не успокоилась, и тут Владимир Павлович мне говорит, что вот, оказывается, человек нашелся. Что все, что он получил в институте, он сейчас передает в замечательной стране. А то, что он был немец, вот он в каждую его, знаете, бумагу посмотрела я, в архиве его личное дело. Там такой-то, значит, фамилия и имя, дальше немец, дальше там запятая, чем-то ПСС, и я родился. Но он не один у нас был немец, у нас и на Исаакиевской были немцы. Но это не имело же у нас никакого значения. Наоборот, даже, к этим ребятам всегда было какое-то тепло. И, в общем, он был достойный немец. Достойный. И наш был достойный. Расправленная справа. Я очень рада, потому что... Я сейчас думаю о золотом софите, потому что я не знаю, что будут делать они, поскольку у нас появляются уже зарубежные лауреаты. Я думаю, это первый лауреат, отчество которого сегодня не называют. А как ваше учебство? Александр Ильич. Я думал, немецкий какой-нибудь. Александрович. Виктор Александрович. И сегодня я выступаю не просто как бывший ректор, который отправлял его на картошку, а представляю институт культуры, где он получил первое свое образование. И два года назад в Касселе проходили знаменитые российско-германские встречи «Петербургский диалог». И я там обнаружил немалое количество выпускников института культуры. Поэтому хочу вас вот о чем попросить. На центральной улице есть фотосалон Нелли Штюрмер. Ну, вот известный. Это выпускница нашего института культуры. Поэтому не сочтите за труд с этой бронзовой скульптуркой, савтографироваться. Ваш прогресс будет на центральной улице Касселя. Да, пожалуйста. Можно вручать, конечно. Премия имени Андрея Толугиева присуждена Виктору Делю за основание актерской школы города Кассель, Германия, деятельное участие в проекте «Современная петербургская драматургия» и укрепление российско-германских международных связей в области театрального искусства. АПЛОДИСМЕНТЫ Звучит, конечно, очень высоко. Но для меня это большая честь сегодня принять премию, которая носит имя замечательного актера, который для моего поколения, для меня, для студентов 70-х, аспирантов 80-х годов в Санкт-Петербурге, был кумиром для моих однокурсников и для дальнейших совсем с кем я довелось общаться. Это был один из лучших замечательных актеров в Санкт-Петербурге. Я благодарен жюри, благодарен фестивалю, руководителю фестиваля «Современная петербургская драматургия», в котором мы принимали участие в прошедшие три года. И мои питомцы, мои студенты очень рады этому общению, общению с молодыми студентами, начиная с молодыми актерами с Россией. У нас есть общение и с французскими молодыми актерами из Палижа, с театром Така. Мы сотрудничаем и каждый год проводим проекты. Это обогащает и помогает нам дальше. А, конечно, я очень благодарен Санкт-Петербургской театральной школе, потому что, если что-то мне в жизни удалось, то благодаря Санкт-Петербургской школе, которую я здесь получил и имел честь здесь находиться, здесь обучаться. И я хотел бы назвать имена еще раз моих учителей или тех, кого я считаю своими учителями, у которых я учился. Это Сергей Александрович Чистяков, это Александр Александрович Музиль, в мастерской которого я проводил стажировку. И я прекрасно помню сцены, спектаты молодых режиссеров, которые обучались у Александра Александровича. И в этих спектаклях очень любил принимать Андрей Юрьевич Толубеев. Не только на сцене, в театре он играл еще и в мастерской у студентов Александра Александровича Музиля и актер Иван Краско, который сегодня тоже здесь присутствует, который я очень хорошо помню по этим урокам. Спасибо. Спасибо.